Всем привет! Вы слушаете 21 выпуск SDCast, подкаста разработки ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон, и сегодня у меня в гостях Андрей Светлов, инженер компании LevelUp. Андрей, привет! Привет! Ну, вначале, по уже сложившейся традиции, расскажи немножко поподробнее, может, пару слов о себе, потому что так, инженер, и все, вот чем ты, как бы, еще я знаю, там ты вносишь вклад в Python, комьюнити и прочие моменты. Есть такое. Ну, действительно, инженер, архитектор, пишу на Python, вот уже 15 лет как будет. Года три назад стал Core Developer, это добровольное, бесплатное дело, чтобы что-нибудь там, контрибьютируйте в Python. Слушай, а вот 15 лет на Python, это вообще такой достаточно большой срок, по-моему, то есть Python-то не так много лет, или вот, то есть, с какой версии, так сказать, еще с каких пор ты, вот, и вообще, как ты вообще попал в Python? Просто обычно там, ну, многие там с института начинают, да, там C, C++ стандартные, кто-то в ВЭП уходит, а вот как ты вообще попал в Python? Не, ну, естественно, были стандартные сессии, плюс-плюс, вот, потом как-то случайно прочитал статью, в статье было написано, что Python можно выучить за два академических часа. Так. Ну, вот, мне стало интересно, попробовал. За два, естественно, не осилил, ну, язык понравился. Это еще как бы, это в каких годах вообще, ты, соответственно, какая версия там была Python, еще что-то, наверное, самое главное? Это 1.5. Вот он даже как. Ясно. Ну, и как-то ты, в общем, он тебе понравился, стал ты, в общем, на нем писать, и вот, а как ты потом, расскажи, попал вот вообще в Core-девелопера и начал как-то принимать участие в каких-то там open-source проектах? Не, на Python не писал долго, и как-то с 2003-го это был один из основных языков программирования. То есть, там было много всяких embedded систем, где Python использовался как скриптовый язык. Ну, и, соответственно, пришлось выучить хорошо, как он работает изнутри, потому что если склеивать питоновский интерпретатор со своим плюсовым кодом, то там уж приходится разбираться в деталях. Ну, дальше там всякие работы были. Коммерческая сеть меня всегда интересовала. Ну, то есть, веб, EDP, интернет, там всякие разные такие штуки. Ну, и потом как-то уже в девятом я работал с американскими коллегами. Ну, в командировки ездил регулярно. Ну, и меня взяли на Python, который тогда в Чикаго был. Да. Мне понравилось. После Python, по пайконовской традиции, есть спринты. Это возможность несколько дней поработать над каким-нибудь open-source проектом. Python сам по себе сипатен. Он тоже был в их числе. Чем здорово? Тем, что вот рядышком есть core-девелоперы, которые могут быстренько отрывить то, что ты делаешь, что-то там подсказать, посоветовать. И самое главное, быстро твоя работа может быть принята в питок. Если все нормально, то я сразу коммитит, и все. Ну, это очень сильно мотивирует, очень хорошо показывает внутреннюю лавочку, как происходит разработка. Ну, и расскажи поподробнее, что ты там делал, такого там. Тогда это было давно. Там было несколько каких-то проблем, я их уже толком не помню досконально, связанных с Unicode и Windows. Это традиционная проблема, да? Ну, в общем, да. Во-первых, так случилось, что в питоновской среде Windows не очень любят, а я тогда ее использовал на работе и довольно неплохо знал API. Во-вторых, опять же, так получилось, что большая часть разработчиков имеет английский родным языком, и проблемы Unicode их мало касаются. Ну, угу, так. Ну, тут так получилось, что я мог помочь там, где у меня была хорошая экспертиза. Ну, и расскажи, как вот вы, то есть, там что-то... Это, кстати говоря, происходит прямо там на месте, да, так сказать, то есть, вот эти спринты, или как это? Да, это после конференции в той же гостинице для американского пайкона. Это стандартные четыре дня, когда там собираются организаторы их помещения предоставляют... Организаторы конференции предоставляют помещение достаточно спринты. Там темы самые разные, ну и Джанго, естественно. Пирамида, Питон сам по себе, Торнадо, ну, несколько десятков тем можно свою предложить. И традиционно Питон один из популярных спринтов. Назначается спринтмастер. Это человек, который ведет, как бы, секцию. Самый официально главный. У него есть несколько добровольных помощников, ну и сколько-то там неофитов, которые пытаются что-то полезное сделать. Понятненько. Ну и, в общем, вот, так сказать, ты там что-то написал, и что это даже, так сказать, твои там, знаете, наработки сразу, так сказать, прошли код-ревью, были приняты, или как все прошло? Ну да, приняты, фамилия, списки благодарностей, все как полагается. Я очень горд был тогда. Ну, спринты закончились быстро. Ну, тем не менее, продолжил дальше. Уже ездил ему работать. Какие-то там по-патчи слал. Дело продвигалось. Несколько лет в таком режиме. Потом на очередных спринтах уже в каком-то, в одиннадцатом, что ли, или двенадцатом, двенадцатом, мне суть важна. Хорошо тоже поработал. Ну, и на тех же спринтах мне предложили ему. Делаешь все хорошо, все замечательно, качественно. Хочешь, можешь стать корт-девелопером. Получить право комитет самого. Ну, это главным образом получается, что хорошо мотивирует. Мне нужно ждать дядю, с одной стороны, чтобы там кто-то проверил то, что ты делал. Проблема в том, что в питоне ишью патчи могут висеть месяцами, даже бывает иногда, к сожалению, годами. Никто на них не обращает внимания. Это правда. Есть более интересные проблемы, есть менее интересные, есть разная экспертиза у корт-девелоперов. В результате может оказаться, что вроде бы как и есть бах, есть к нему решение, но на это решение кто-то там написал свои критику, замечания, и дальше активности особой нету. Таких, к сожалению, проблем много. Если ты сам корт-девелопер, то все гораздо проще, быстрее. Тоже нужен обязательно ревью, но как-то проще все происходит. Опять же, других корт-девелоперов уже немножко так знаешь, можно попросить побыстрее кому-то отревьюить. Ну и все так. Слушай, а вот расскажи немножко поподробнее, в принципе, как вот у вас устроен вообще процесс. Ну, то есть понятно, что open source, наверное, там все эти проекты, они в какой-то степени, да, схожи. Везде есть какие-то там issues, которые висят там месяцами, годами. Вот с одной стороны, значит, один вопрос такой, то есть у тебя есть доступ, да, так сказать, прям коммитить, так сказать, на записи в репозитории, а у вас какое-то есть там разделение, кто за какие-то модули отвечает, либо любой корт-девелопер может коммитить там, так сказать, в любое изменение, какое ему нравится. Может, конечно. Ну, есть по модулям... Ну, какое-то негласное разделение, да? Лучше, ну, даже не то, чтобы совсем негласное. В дев-гайде есть перечисления подсистемы, там отмечены люди, которые вроде как разбираются. Ну, это скорее как люди, совет, о которых можно спросить, или ревью которых можно получить. Ну, вещь, опять же, добровольная. Человек может быть в списке отмечен, но при этом в отпуск уйти или что-нибудь там лень ему. Ну, может быть, вроде как официально не закреплен, замудлен, но хорошо помогать. То есть все достаточно демократично, либерально. Есть баг-трекер, как у всех, есть парочка рассылок, e-mail рассылок, в которых, собственно говоря, происходит все обсуждение. Это открытые рассылки, читай, кто хочет. Закрыта только одна, в которых иногда технические вещи обсуждают, типа тех же самых ключей, прав, доступа и так далее. Все остальное все могут читать, все могут писать. Из забаненных, по-моему, только один человек был. За что его? Ну, это был редкий тролль. А, понятно. Ясно. Слушай, а вот код-ревью, у вас какие-то инструменты вы для этого используете, или как происходит? Ну, обычно там, когда патч, я понимаю, прислали патч, ну, как бы тот, у кого есть право его применить, он сразу, конечно же, посмотрел, высказал замечание. А вот как, когда, так сказать, можно напрямую закоммитить, то как у вас именно? Ну, то же самое. Я тоже оформляю все как патч, он проходит ревью, я его коммичу. Ну, просто единственная разница, что, так сказать, не тот человек, который его принял и коммитит, а ты сам просто понимаешь, что все окей, соответственно, там коммиты, там пуш и все. То есть, в этом вся разница. Да, и это вопрос самодисциплины. Я все равно патч сделаю, я все равно как минимум сутки выжду, вдруг, даже если патч тривиальный, вдруг найдется человек, которому там что-то не понравится, глазом зацепится и так далее. Ну, и в конце концов, да, я смогу закоммитить. Ну, это одна сторона дела, и вторая, которая отнимает на самом деле больше времени и, наверное, даже важнее, это ревью и коммит чужих патчей. Дело в том, что всего коммитеров сотни-две, немного меньше. Активных на самом деле десятка четыре. Большая часть спит по долу. Иногда там пробуждается, проляет какую-то активность и опять уходит. Ну, сейчас так получилось, что я сам не очень много в питоне что-то делаю. Мой фокус интереса сместился вот в осенкаем. Ну да, об этом мы обязательно сейчас еще поподробнее поговорим. Ну, и получается так, что людей, которые шлют патчи, их гораздо больше, несколько тысяч. И нужно чужие патчи ревьюить, высказывать замечания, где-то там поправлять авторов. Ну, и в конце концов коммитить то, что другие люди наваяли. Причем чаще всего это достаточно тривиальные патчи получаются. Серьезные вещи чаще всего, опять-таки, делают городовые лапоры. Но, тем не менее, это бывают какие-то там баги. В том числе, например, не так давно летом, если правильно помню, приятель репортил о том, что питом крышится, оказывается, если там его в хитрые рамки загнать, что довольно-таки большая редкость. Бывает какое-то не совсем параллельное поведение, бывает много неточностей и проблем по документации, но все же это тоже нужно ревьюить и коммитить, чтобы проект не стоял на месте. Ну да, да. Слушай, а вот, так сказать, там как-то обсуждение новых каких-то фич, какого-то там, роудмапы, оно как происходит тоже? Где-то, ты говорил, там есть отдельная там, ну, закрытая рассылка для технических каких-то деталей, но в целом, как бы какие-то вот, что не хватает, что нужно, оно как-то обсуждается сообществом или там, не знаю, гвиду там как-то, или как вообще, есть какая-то иерархия вот в сообществе, в разработчиков? Ну, всегда обсуждается, естественно, Python IDEA с Python Dev это две рассылки, которые для таких вещей в IDEA обычно еще либо не до конца оформлены, либо новое предложение, Python Dev это больше по текущему состоянию дел. Если предложение какое-то более-менее нетривиальное или неоднозначное, то нужно писать PEP, Python Enhance Proposal, на PEP назначается человек, который его заасептит. Раньше это все делал Ван Руссу лично, потом ему стало трудно, но с одной стороны, объем мог быть большим, а сопровождение PEP до принятия может требовать длительных согласований, переписываний текста, уточнений и так далее. Тоже тяжелая работа, не только написать, а еще и принять. Бывали PEP, в которых Ван Руссу не вполне компетентен, то есть невозможно узнать все, и находились люди из сообщества, которые данную примерно знали лучше. и стали перепоручать иногда принятие PEP другим кордовым вопросом. Это называется PEP-царь. Вот так вот. Ну и после того, как PEP принят, да, он обычно вливается в питон сразу же. Тот, кто его предложил, если вдруг еще не был комитером, становится комитером, чтобы иметь возможность в дальнейшем сопровождать свою идею. Ну и так все и происходит. Ну, все равно интересно. Слушай, я потому что как бы там в других каких-то проектах не встречал таких вещей, поэтому было интересно послушать. Давай теперь немножко поподробнее поговорим, собственно, про SYNC.O. Как раз-таки ты сам сказал, что у тебя сейчас в целом интерес, так сказать, и фокус деятельности смещается в эту сторону. Ну, хочется, наверное, начать немножко так издалека, может быть, да, там для слушателей кому-то будет интересно. В принципе, про вот асинхронность, да, вот. Если раньше, может быть, это, наверное, было не так тема актуальна, то в силу возрастающей там нагрузки и параллельности ядер, увеличение количества, не знаю, ядер процессов, да, мне кажется, эта вещь как-то, ну, наверное, больше в силу увеличения нагрузки так стало очень актуально, да, и все про нее говорят, и вот библиотеки какие-то начинают появляться во всех языках, и как-то вот что ты про это можешь рассказать? Чуть лучше меня наверняка. Идея на самом деле не в ядрах. Дело в том, что у современных серверов, если мы говорим о вебе, ну, сколько там будет, ну, 8 ядер, да, 16 уже хороших машинок. Можно раскошеливаться, покупать более мощные системы, но все равно 64-128, наверное, там предел того, что можно увидеть. Вот. И одно ядро в один момент времени выполняет только лишь один поток. Если мы нашим серверам желаем обрабатывать большое количество параллельных соединений, это как раз вот веб, популярный сайт, куча народу, идет по HTTP протоколу. Если еще сайт продвинутый, модный, то там будут какие-нибудь веб-сокеты, которые требуют постоянных соединений. И если писать такой сервер в традиционном стиле, то получится, что на одно соединение открывается один поток, создается, переключение между пользователями, это получается переключение между потоками. Сколько у нас там одновременно? Тысяча пользователей на сайт пришло, ну, значит, нужно тысячу потоков. Переключение между потоками, это довольно дорогая операция. Даже сейчас все еще дорогая, хоть компьютер и быстрая. но есть еще там другие детали не столь важные, не столь интересные. Ну да, понятно, что если да, вдаваться совсем в детали, там много всего, но в общем и целом ясно. Так. А синхронное программирование позволяет в одном потоке параллельно, как бы псевдопараллельно обрабатывать все эти тысяча соединений. Дело в том, что когда приходит запрос, то не нужно тратить все процессорное время одним куском. То есть обычно что происходит? Пришел запрос, мы его как-то там проанализировали, узнали, что нужно сходить в базу. Пока идет запрос в базу данных, этот поток исполнения может спать, ничего не делать. И можно обрабатывать какого-то другого пользователя. За счет минимизации переключения, за счет того, что это все крутится в одном потоке и еще там несколькие хитростей, выходит, что работа обрабатывать можно гораздо больше и быстрее параллельных соединений за один раз на одной машине. То, что существует несколько ядер, это хорошо, мы распараллеливаем работу и если у нас сейчас где-то так тысяча, две, примерно такой порядок цифр, соединений крутится на одном ядре, загрузив четыре ядра, мы в четыре раза увеличим пропускную способность сферы работы и все. Подход интересный, многообещающий, но имеет свои сложности тем, что так сложнее программировать. Вот. Приходится что-то делать и потом в традиционных системах как Twisted, Tornado, как Node.js, когда данные готовы, то ты инструктируешь систему, чтобы вызвался колбек, в колбеке что-то еще немного посчитал, опять зарядил порцию дальнейших вычислений и снова прицепил туда колбек. Получается такой спагетти код. Писать в стиле с колбеками это не очень легко, не очень удобно для мышления, мы все привыкли думать традиционно линейно, обычными как алгоритмы пишут, там же нет никаких колбеков, нет асинхронщин, и человек так думает. Ну, асинкаё позволяет совместить достоинства и одного, и другого способа. Так, ну, хорошо, расскажи тогда поподробнее вообще, когда и как, ну, издалека, так сказать, вообще, как это появилась идея, собственно, какие в ней основные такие моменты архитектурные заложены, так сказать. Ну, уже года три назад как Ван Росу решил, что в Питоне есть Твистед, есть Торнадо, для синхронного программирования оба были на колбеках в то время. Было еще несколько десятков менее популярных библиотечек. В общем, полный запах. Гвидо решил, что нужно сделать стандарт, сделать эталонную реализацию стандарта, чтобы синхронное программирование можно было делать гораздо легче, на тот момент. Начал писать проект под названием Тюлип, когда спросили, почему Тюлип, ответ был забавный, потому что примеры Твистед и Торнадо показывают, что хороший популярный фрайбок должен называться на букву Т. Хорошая история. Ну, полгода делал это сам, потом к разработке подключился Николай Ким, топарец, который мы вот IO-HTTP сейчас делаем. Вдвоем у них дело пошло быстрее. Ван Россу как-то к Оле отзывался, как если бы не этот сумасшедший русский, ничего бы не получилось. Слушай, уже знаешь, все чаще и чаще вот такие проскакивают фразы про сумасшедших русских, да, я просто все время вспоминаю на каждом, по-моему, докладе про эти самые из Perlals, про контейнеры, они говорят, когда они пропихивали Крио, да, Checkpoint Restoring User Space тоже, и когда Линус Торвальдс говорит, those mad Ну, наверное. Да, но нет, это хорошо, это же здорово, что как бы наши ребята, в общем, русскоговорящие вносят тоже такие серьезные вклад в какие-то проекты. Ну, это неплохо, конечно. Да, извини, что перебил, продолжай. Ну, потом я туда третьим присоединился. Ну, на самом деле, было куда больше людей, которые помогали советами, но год писали вот такой компании. Ну, и все это дело дожило до того, что под именем Осин Кайо Тюля показался просто занят на Пайпе, имя проекта был занят, а пришлось переименовать во что-нибудь, так появился Осин Кайо. И под именем Осин Кайо библиотека вошла в Python 3.4. Это была изначальная такая цель написать новую стандартную библиотеку, заодно проверить концепцию, заодно там оттюнить сам Пэп, сам стандарт, ну и много было всякой работы проделали. Ну, 3.4 вышел, Осин Кайо в нем есть, сейчас Осин Кайо занимается в основном Виктор Стинер, француз, который много сделал для того, чтобы лучше было отлаживать всякие разные баги, чинил неоднозначность и поведение и так далее. После выхода, собственно говоря, Петона, это случилось этой весной. Так получилось, что в Осин Кайо есть сокеты, есть Unix пайпы, процессы, но нет того, что нужно обычному программисту. То есть, там не было библиотек для баз данных, не было библиотек для HTTP, ну, ничего высокоуровневым. Были просто хорошие низкоуровневые интерфейсы, основой которых можно было что-то строить. Ну, и начали строить. Ну, как бы экосистему, скажем так, вокруг уже выстраивать, то есть, которая более приближена к простым рядовым разработчикам, но именно не рядовым с точки зрения в том плане, что более удобные интерфейсы, где не надо было так глубоко вылезать в недры и вписать что-то, так сказать, много лишнего, то есть, упрощать как-то взаимодействие. Ну, да, такое, чтобы было простое, понятное, надежное, удобное. Такие библиотеки стали делать. IHTTP это то, что Ким в свое время писал, но оно было не готово, не выверено и не вошло в питон. По вполне объективным причинам. Мы продолжили эту разработку, получается, наверное, единственный удобный веб-сервер на Синкаю. Там еще с ребятами написали всякие библиотечки то для Рэндиса, то для Позраса, то еще. там ZeroMQ я тоже видел еще что-то там, в общем, подразумевали. Их довольно много уже получилось. на работе использую вполне себе уже продавшин система получается. Если год назад не было ничего, то сейчас уже можно пользоваться. Со временем, я думаю, станет еще более популярной. этот подход получится долю своих почитателей. Слушай, ну а вот уже там окидывая взгляд за этот период, как-то все-таки уже растет популярность? Есть какие-то появляются новые желающие ребята, которые там создают новые библиотечки и вообще как-то активнее начинают использовать Синкаю? Да, конечно, есть, это вижу. количество там предложений поправок в те библиотеки, которыми я занимаюсь, количество скачиваний, там, вопрос на стеков шлоу, потихоньку дело идет. Слушай, а как вот собственно дела там у тех же Твиста, Торнадо и прочих, что с ними? Как-бы они как-то просто этот, ну, остались где-то там либо они тоже как-то изменяются, развиваются, вот ты что-то знаешь про них? Ну, Твист это он замерз и замер, то есть выпускается новый релиз, но там ничего серьезного не меняют и менять не будут. Твист это была великолепная система тогда, когда ее делали, не было аналогов, но она хорошо ломает мозг, с ней неудобно работать, слишком трудно писать правильный код, особенно новичку, слишком там получается большие требования к культуре написания, к тому, как обрабатывать ошибки, исключения, как писать, чтобы не запутать коллег. Ну, с другой стороны, у этого динозавра есть славная история, куча библиотек под Твист очень много пришлось в Твист исходнике смотреть, когда писал для Синкаё соответствующие части, потому что у них там уже проверено временем, опытом, баги, особенности поведения на разных операционных системах, это все ребята уже сами прочувствовали. Разработчики Твист помогали советам очень хорошо. к слову, когда Кальдера спросили, а почему Твист написан так, что его исходный код не по ПП-8, знаменитый Питонский, стандарт форматирования, кто-то ответил, что извините, когда мы выпустили, опубликовали стандарт кодирования для Твист ПП-8 еще не существовало. вообще. Так что можешь оценить какой это динозавр. Ну да, да. Там есть в Твист инлайн колбейки, похожие немножко на Yield From из SNKU, но в силу того, что Yield From появился только лишь в Python 3, он другой, он меняет подход к программированию, поддерживается самим языком, в отличие от твистовских программных костылей, в Твистове не так хорошо, не так удобно все получается. Ну это понятно, да, что написано ядро-то у них давным-давно, тогда просто таких вещей не было, им, конечно, приходилось это дело на программном уровне как-то реализовывать, эмулировать. Я просто тому, что они так и остались, сейчас они не захотели, не смогли как-то приспособиться, или просто было несовместимо, наверное, там слишком много всего переделать, слишком тяжело. Ну ясно. В Торнадо получше дело стоит. Бен Дарнелл тоже, кстати, очень хорошо помогал Осин Кайо, постоянно участвовал в дискуссиях, вот он начал менять Торнадо в сторону более похожую на Осин Кайо, то есть в третьем Торнадо, например, колбеки были объявлены как поддерживаемый, но старевший подход, появились там фьючи, ну и немножко-немножко стало сближаться. Ну у Торнадо тоже есть свой старый код за плечами, который нельзя выбросить, но Торнадо немножко поживее, он и поменьше получается, и его немножко проще менять. Понятно. Ну в общем, живут тоже как-то кто может, кто хочет, тот как-то тоже пытается в общем-то быть, не отставать от передовых идей, насколько я понимаю. Ну конечно, у Торнадо к тому же еще много почитателей, много людей, которые используют эту библиотеку, много кода написано под Торнадо, она будет еще жить очень долго и счастлива. Ну и хорошо, собственно говоря. Что ж, слушай, вот ты так рассказываешь, что очень интересно, знаешь, что разработчики разных библиотек, других также принимали активное участие и советом, и какими-то другими помогали, так сказать, вопросами, делами. Это вот, мне кажется, возможно только, наверное, в таком вот в мире, не знаю, open source каких-то проектов, потому что когда там, ну навряд ли кто-то разработчик какого-то там проприетарного продукта, да, который там, значит, что-то делает хорошее, будет вот так просто открыто там помогать, советовать какому-то другому. Ну там ему, наверное, по должностной инструкции запретят сильно уж делиться секретами компании. Ну да, ну я про то, что все-таки как-то вот сообщество такое, ну доброжелательное друг другу, в общем-то, и как-то помогает. Ну, кстати, вот тоже про это давай немножко поговорим, просто ты, как являешься известным, да, там, мейн-трейнером и вообще разработчиком там некоторого количества, даже не одной там, а нескольких разных там библиотек, вот, open source, и даже там вспоминая, не помню, кажется, в 14-м году, да, или в 13-м, ты на каком-то демфконфе выступал с докладами про там open source проект, как его там поддерживать, да, вот что-то такое было. Вот, поэтому вот немножко хотелось обсудить, как, в принципе, вот, с твоей стороны, когда уже, так сказать, за плечами много лет поддержки, как вообще вот легко, сложно поддерживать open source проект, то есть все-таки вот многие, мне кажется, разработчики, ну, не всегда осознают, то есть думают, ну, что там вот на GitHub опубликовал, и вот и классно, все, проект, ребята, пользуйтесь, потом, значит, типа, что у меня там ни одной звездочки нет, ни одного скачивания и так далее, да, все-таки это непростая задача, и это тоже работа, по большому счету, которая требует там и времени, и сил, да, вот, ты как считаешь? Не, ну, во-первых, главное, самых, самых первых, то, что делается, оно должно быть ясным и востребованным, если нет, то библиотека будет нужна только тебе и твоим друзьям, это понятно, вот, дальше, должна быть документация, но это просто обязательно и все, когда разработчик видит новую библиотеку, начиная с чтения документации, если этого нет, если там как-то непонятно, сразу не заработали примеры, что-то не получилось, то библиотека просто откладывается, но ищутся другие аналоги, где все будет хорошо сразу, как минимум, да, я правильно же понимаю? Да, так и есть, побеждает более качественно, но еще хорошо, если есть четкий, понятный дизайн, понятные правила, как можно, как нельзя, если по-правильному использовать проще, а неправильно, приходится писать такой код, который сам как бы навекает, что что-то не то неудобно. Слушай, ну вот здесь сразу про архитектуру, знаешь, тоже много есть интересных моментов, ну, как бы с одной стороны, значит, вопрос такой, да, наверное, может быть, для начала, надо наверняка, конечно же, следовать каким-то стандартам, общепринятым там в данном языке, на котором ты там пишешь какую-то библиотеку, да, но это более-менее, наверное, очевидно, а вот такой необычный вопрос, смотри, вот, ну, если ты пишешь не какой-то там конечный, там, не знаю, продукт или какую-то, не знаю, там интерфейсная вещь, а именно какую-то там библиотеку, то есть, которая позволяет там, у которой есть там набор API, да, который позволяет что-либо делать. Вот, кстати, такой, как ты считаешь, нужно ли заморачиваться там очень сильно, вот там проверять, там, не знаю, вот вывод там, чего пользовательский, вот, ну, я к чему просто как-то пытаюсь сформулировать, что это же все-таки библиотека, которая будет использовать не рядовые там пользователи, да, а в конце концов другие программисты, вот, и надо ли заморачиваться всегда, да, чтобы там как-то вот там обработчик ошибок, еще что-то там, какие-то проверка данных там на корректность, либо часть этих вопросов можно на самом деле там опустить и оставить на плечах уже тех, кто будет использовать эту библиотеку, вот, как ты думаешь? на самом деле лучше не надеяться, что пользователи сами быстренько сообразят, в чем была проблема. Критерий очень простой. если код ломается, то, код ломается и причина не ясна, начинают об этом спрашивать, не знаю, писать, байк создавать, писать письма и так далее, то нужно, естественно, делать проверки строже, исключение обрабатывать лучше и так далее. То есть тут очень простой критерий. Практика сама показывает, какой необходимый достаточный уровень. Ну, я к тому, что, то есть, может быть, на первых этапах, там, да, в первых каких-то релизах, можно, скажем так, эту часть опустить, но при этом как-то в архитектуре заложить, чтобы это в дальнейшем, возможно, было расширяемо. Да, вот, в принципе, как бы архитектура вообще ключевой момент, конечно же, там, любой там библиотеки, проекта, вот ты какие-то советы или рекомендации можешь по этому поводу дать, как, на что надо обращать внимание при разработке, там, и как в дальнейшем, там, не сломать обратную совместимость, да, потому что это тоже такая вещь, если ты что-то опубликовал, и, там, не знаю, выпустил релиз, там, 1.0, и вот у тебя там есть два метода, там, get set, а потом ты решил, что нет, get не очень, поэтому я сделаю, там, не знаю, какой-нибудь другой, там, пут вместо него, да, вот что-нибудь такое, то это, ну, смотри, это сразу целый ворох вопрос. ворох, ворох, вот давай, потихонечку распутываем его. Ну, во-первых, нужно стремиться к тому, чтобы дизайн был простым, понятным, объяснимым. В этом, кстати, очень хорошо помогает документация, если ее создаешь одновременно с кодом. в коде можно как-то там написать так, что ты понимаешь, почему, ты понимаешь, как оно работает, и ты себя можешь убедить, что в принципе все нормально. Если ты пытаешься это дело потом описать в документации и понимаешь, что тебе описать сложно, то, наверное, людям будет еще сложнее библиотеку использовать. если трудно рассказать правила игры, то еще труднее этим правилам следовать получится. Ну, это первое, второе, отладка. Если отлаживать библиотеку получается неудобно, то, скорее всего, с дизайном что-то не так. программисты люди ленивые, любят, чтобы было удобно, чтобы, если ломается, то ломается понятным образом, чтобы в отладчике можно было пройти, проверить, как-то посмотреть. Если это не получается, наверное, это признак проблем. Слушай, а вот тут, кстати, немножко вернемся на пару шагов назад, про отладку всяких асинхронных, асинхронного кода. Насколько его просто легко отлаживать и какие-то, то есть это же не так, наверное, тривиальная, не такая тривиальная задача, как простой линейный код, когда по шагам, next step, и вот все хорошо. А когда у тебя вот везде такие асинхронные вещи, там генераторы, там гилды и так далее, там крутины, как здесь вообще отлаживать? Есть какие-то для этого дополнительные инструменты, либо там, ну вот, я просто не знаю, расскажи поподробнее. Все как раз просто. В 3.4 помимо Async.io вошел еще небольшой патчик к отладчику, который позволяет делать next step, как привык. А, то есть просто вот прям next step, а он тебе на самом деле дождется синхронного, так сказать, выполнения следующей инструкции, туда тебя спокойнейшим образом, так сказать. Да, либо войдет в то, что yield from вызывается, картина, и можно в ней пройти, либо можно сказать следующую инструкцию, и как ты пропускаешь вызов функций, и переходишь к следующей строке, так и в асинхронном режиме то же самое. Вот, слушай, ну это вообще классно, потому что я вот как бы там, не знаю, там, в некоторых там языках этого еще нет, то есть асинхронность есть, а отладки нормально нет, и там всегда, конечно, какие-то, какие-то возможные. В твисте и торнаде с этим тоже были проблемы, это было действительно неудобно. Приходилось ставить куда больше точек остановок, чем хотелось бы. ну и тут стало все хорошо. Понятно. Так, ладно, ну вернемся, так сказать, к архитектуре и прочее. Вот по поводу API там и обратной совместимости. Здесь какие-то вот, ты можешь, так сказать, сказать какие-то моменты ключевые, на что надо обращать внимание, и как в дальнейшем сохранить, или как изначально строить разные такие вот API, в библиотеке с каким-то API публичным? Нет, тут вопрос опыта, наверное. Гарантировать, что ничего не сломается, крайне сложно. Но с другой стороны, есть понятная процедура, как обратную совместимость ломать. То есть должна быть документация, должны стоять депрекейшн, депрекейшн волнен, документация указываться, через несколько релизов о том, то, что объявлено, как устаревшее, выбрасывается. Ну, как в питоне, собственно говоря, и поступать. Ну, я к тому, что, то есть, не надо, если вы вдруг надумали там в следующем релизе поменять API, а полностью старые удалять, оставлять только новые. Это крайне плохо. Ну, нужно дать время, нужно дать несколько релизов пользователям, чтобы они успели переключиться. Это обязательно, конечно. Вот. Так, еще по дизайну, ну, из общих соображений, это, кстати, правило, вот, Ван Росов довольно четко формулировал при работе над ДАСИНКОЁ, что стоит по возможности не давать пользователю библиотеки наследоваться. То есть, наследование – это штука хорошая, можно строить дерево наследования, иерархии классов, это все классно, и пусть все эти иерархии остаются внутри библиотеки. Когда человек библиотеку использует, желательно, чтобы ему не приходилось лишний раз от чего-то там наследоваться, переопределять часть поведения, это не сильно удобный и довольно опасный метод. Ну, то есть, как бы, чтобы он больше использовал, стараться сделать твой библиотеку по сути как черный ящик с понятным там интерфейсом взаимодействия, не давая ему возможности влезать внутрь и что-то там действительно как-то наследоваться или так далее, переопределять что-то. Ну, вопрос не только в черном ящике. В качестве альтернативы наследования часто называют агрегацию, ну, то есть, когда создаются меньшие классы, не наследуются от возможно, множества наследования с кучей миксинов, и потом как-то все это счастье работает, наступает друг другу на пятки иногда. Ты думаешь, что это ты объявил у себя перемену, а на самом деле перемена с таким же именем где-то там в базовом классе была. Я такое несколько раз видел. И это ломает довольно страшный, довольно непонятный код. Еще там всякие разные могут быть особенности. А когда объявляется простой интерфейс, то есть, тот же самый ABC, питоновский абстрактный базовый класс, объявляется класс с несколькими методами, которые нужно переопределить, в котором нет никаких данных, и это просто интерфейс интерфейс. И экземпляры этих интерфейсов куда-то там спускаются в библиотеку, для лагирования, для чего-нибудь там еще. Так, я, наверное, очень общечно как-то рассказываю, но, к сожалению, без примера. Не, ну, понятно, что в каждом конкретном случае там, да, надо показывать, но и общая идея как бы понятна, да, что используют всякие механизмы, не знаю, dependency injection, либо еще что-то такое. Ну, да, вроде того. Разделение на отдельные кусочки, отдельные концепции, каждый из которых можно проще, понятнее писать, что она делает, и что она не должна делать. Это гораздо проще, чем собирать в одном классе с теми же самыми миксинами и сложным запутанным деревом наследования, нужный функционал. Твист это тема решит, кстати. Там бывает классов по 20 где-то в базовых. Разобраться, как они между собой взаимодействуют, не всегда легко. Ну, да, честно говоря, несколько десятков это такое попугающее число там. Понятненько. Слушай, а вот еще такой вопрос по поводу там вообще релизов, их там важной, важности, их периодичности, там, roadmap, то есть, как бы вот, что ты на эту тему скажешь? Ну, проект сам живет и сам ликует, когда надо. То есть, частые релизы это не страшно на самом деле. Ну, а вот, скажи, как бы, оно действительно настолько нужно, частые релизы? Просто, как бы, многие проекты, там, не знаю, Mozilla и прочее, да, переходят на такие вот частые-частые, прям релизы, там, в продолжительности несколько недель. Хотя до этого все, в общем-то, по-моему, довольно-таки неплохо и без особых каких-то проблем жили там с релизами, там, периодичностью или вообще даже без периодичности. Ну, вот, как бы, назрела пора, так сказать, набралась пачка там каких-то, я уж не знаю, изменений, нового функционала, ну, сделали релиз. А вот сейчас как-то все это ставится на такие большие вот русла. Это больше маркетинг, либо это действительно в этом есть какой-то плюс вот в более частых циклах релиза? Ну, плюс всегда есть, конечно. Релизы стоит разделять на мейджор и майнер, да, большие релизы приносят новый функционал, а мелкие это просто богофиксы, но функционала нет. И вот с богофиксами удобно выпускать их так часто, как получается. То есть практическая ситуация. К тебе постучался человек, сказал, так и так, вот, есть проблема в библиотеке. Ну, вместе глянули, разобрались, или человек этот патч прислал, либо его багрепорта было достаточно, чтобы что-то там сообразить, починить. В результате хорошо, починка есть на мастере. С тестами все подполагается. Ну, и это же будет хорошо, хотя бы с точки зрения благодарности, да, сказать, ну, ладно, вот он новый релиз, держи пользу, все починим. Вместо того, чтобы советовать, а вот возьми мой мастер, поживи пока с ним, а я через полгода соберусь выпустить новую версию. Ну, ну, конечно. Ну, опять-таки, выпускать там релиз после каждого багфикса тоже, наверное, не очень так может быть целесообразно. Вопрос, как надо, как востребовано, можно прямо-таки спросить, тебе это готов подождать или лучше выпустить? У каждого свои релиз-циклы. У нас на работе, например, предпочитаем ничего с чужих гитхабов не качать, а с пайпая, что есть, то и ставим. Нам удобнее, чтобы свежий релиз, свежий вовсе на пайпай. Ну, в общем, я к тому, что надо, надо, в общем, общаться со своими, так сказать, пользователями, своих проектов и понимать, когда, что надо выпускать. Ну, общаться с ними всегда надо, в конце концов, библиотека, продукт без пользователей, он никому уж не нужен. Ну, ну, да. Общаться приходится, ну, более-менее много. Пишут предложения, пишут о своих непонятках, о проблемах. Иногда это действительно проблемы, иногда недопонимание документации, это значит, может, что там документации нужно менять, объяснять приходится. Ну, такая рутина постоянно. Не сильно занимает много времени, но как-то это же хорошо, когда ты написал письмо автору майн-тендеру и надеешься, что не сегодня, так завтра тебе хоть что-нибудь да ответить. да, да, это важно, я полностью с тобой согласен, конечно же. Вот, давай еще вопрос тестов обсудим, насколько они вообще важны, нужны и как бы что с ними, надо ли их писать сразу, либо можно потом прикрутить и вообще как? Ну, потом они сложно прикручиваются, тесты, библиотека без тестов это нонсенс, вообще-то говоря, сейчас. Ну, когда я беру чужую поделку, смотрю в тесты, если я их не вижу, если их недостаточно, то это значит, что я не знаю, как этой системе верить. И если она работает сейчас, то это не значит, что через месяц-другой автор, пытаясь починить одну проблему, не сделает несколько. Не сломает что-нибудь. Без тестов очень сложно вот как раз гарантировать, что старая функциональность не сломалась. Тем более, если библиотека растет, усложняется, все сразу удержать голове становится сложной, тесты очень хорошо помогают не выявлять новые баги, но по крайней мере фиксировать то, что старые известные починенные работают как надо. Ну да, это хорошо, ясно, в общем, тесты штука нужная. По тестам еще одна важная вещь coverage. Ну покрытие, да, конечно. Да, недовский модуль, coverage пай это то, без чего вообще-то говорят тесты писать толково и не получится. Нужно постоянно смотреть за покрытием кода, стараться его улучшать, увеличивать 100%, это трудно достижимая величина, 99% это реально. Ну вот вот так вот. Вот у вас в IEO HTTP там, например, какое покрытие? Да, сейчас глянем. По-моему, 99% есть. Полезно еще coverage на сами тесты ставить. Ну да, 99%, где 100%, где немножко меньше. Ну вообще, вообще, прям круто. если код не покрыт тестами, то это значит, что как правило, этот код это какая-нибудь обработка ошибок, еще что-нибудь, ну неординарные ситуации, ординарные проще покрываются. Ну да. И сколько раз случалось, что в этом коде может быть ошибка, опечатка и так далее. Вместо того, чтобы дать мне подробную информацию о том, что случилось, и как-то помочь, все ломается, запутывает еще больше. Если, опять же, где-то в тестах не стопроцентное покрытие, то это еще страннее. Это значит, что тестовый код, автор его написал, автор думает, что он работает, а он почему-то не выполняется. Такое тоже бывает. Я тут, кстати, буквально тоже на днях в одном библиотечке столкнулся с этой ситуацией, когда тоже запустил тесты, и они у меня выдают, что там куча ошибок. Я автору написал, говорю, слушай, они вообще должны как бы тесты выполняться на окей, или все-таки там действительно куча ошибок. Он мне сказал, я посмотрю. Вот. Ну, такая ситуация. Ну, ты же понимаешь, когда запускаешь и видишь, что тесты не проходят, опять же, доверие сильно падают. Ну, да, да. И дальше трудно развивать эту библиотеку, еще особенно, если в библиотеке не один контрибьютор, а вот еще там pull request, шлют еще что-нибудь такое. Вот смотришь на чужой pull request, и без тестов сложно гарантировать, гораздо больше нужно приложить усилий, чтобы сказать, что pull request не ломает текущего функционала. Так он тестами вроде проверен, но есть какая-то гарантия. Глянул в части, которая касается нового, для чего pull request создан. Голосами пробежался, но вроде все нормально, отлично. Тесты есть, покрытие есть, все, мэрш. Вот. Если тестов нет, то это значит, что глядя на чужую поделку, нужно разобраться не только как вот этот вот контрибьютор мыслил, что он решал, а он мыслит обычно немножко не так, как ты привык, что требует дополнительного времени на ревью. И нужно еще в голове прогнать сценарий, а как эта вещь может поломаться. Ну, в общем, гораздо сложнее получается, дольше, труднее ревьюить. Тесты с любой стороны удобные. Ну, да, в общем, пишите больше тестов разных и на все случаи жизни, что называется. Ну, да. Ну, что ж, слушай, мы так вот уже почти сейчас с тобой проговорили, в общем-то, по большому счету, что хотели, все осветили. В конце, ну, спрошу, что ты можешь посоветовать, не знаю, там, разработчикам, которые вот только начинают или подумывают написать или открыть код какой-то своей библиотеки и как-то выложить ее куда-то в open source, вот какие-то допутствия, слова, советы, что скажешь? Да, что брать и выкладывать. Ну, и то, что я говорил, документация, тесты. И потом еще есть такое дело, что даже open source библиотеки нуждаются в небольшой рекламе, ну, и стоит, если уж вещь достойная об этом где-нибудь попробовать порассказать. Ну, там, какие-нибудь там, не знаю, конференции, списки рассылки, еще что-то вот такое, да? Да, хоть где-нибудь там в Reddit написать, тоже бывает, помогает, еще что-нибудь, ну, вот предпривлечь внимание людей, чтобы появились первые пользователи. Ну, да, дальше, если продукт хороший, я думаю, что сарафан и радио самая лучшая реклама, какая только может быть. Ну, да. Ну, что ж, на этой позитивной ноте предлагаю закончить этот выпуск. Спасибо тебе большое, Андрей, что пришел, вот, было очень интересно. Тебе спасибо. И всем спасибо за слушание и до новых встреч. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова